Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Приветствую с завершением первой недели Великого Поста. Это была особая седмица, особенно для тех, кто имел возможность посещать храм, но и для тех, кто не имел такой возможности само воспоминание, сама мысль о том, что мы вступили в эти дни сорокадневной весны, несомненно, накладывали благоприятный отпечаток и на мысли, и на чувства, и на дела. Многие люди именно на первой седмице Великого Поста принимают важные решения, касающиеся перемены в их жизни. Но для многих, а сегодня можно сказать, если не для большинства православных христиан, пост состоит в ограничении количества формальных, большей частью отрицательных правил. Это как воздержание от скоромной пищи, мяса, молочного, яиц, так и внешних танцев, может быть, развлечений различных, а может быть, ограничение себя в интернет-пространстве и особенно в телеграм-каналах. Мы до такой степени удалены от настоящего духа церкви, что нам иногда почти невозможно понять, что в посте есть что-то другое, без чего все эти правила теряют большую часть своего значения. Это что-то другое можно лучше всего определить как некую атмосферу, определенное настроение, прежде всего состояние духа, ума и души, которое в течение семи недель наполняет собой всю нашу жизнь. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что цель поста заключается не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным обязанностям, но в том, чтобы смягчить наше сердце, смягчить так, чтобы оно могло воспринять духовные реальности, ощутить скрытую жажду общения с Богом. Эта постная атмосфера, это единственное состояние духа создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период поста в литургическую жизнь. Если рассматривать в отдельности эти изменения, они могут показаться для нас непонятными рубриками, некими формальными правилами, которые надо формально исполнять. Но взятые в целом, они открывают и сообщают нам самую сущность поста, показывают, заставляют почувствовать ту светлую печаль, в которой подлинны дух и дар поста. Без преувеличения можно сказать, что у святых отцов, духовных писателей и создателей великопостных песнопений, которые мало-помалу разработали общую структуру постных богослужений и придали эту особую, свойственную ей красоту, было одинаковое, единое понимание человеческой души. Они действительно знают духовное искусство покаяния. И каждый год в течение поста они дают всем нам, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, возможность воспользоваться их знанием. Общее впечатление, как мною уже было сказано, это настроение светлой печали. И мне думается, можно даже сказать, я уверен, что человек, входящий в церковь во время великопостного богослужения, имеющий только ограниченное понятие о богослужениях, почти сразу поймет, что означает это с виду противоречивое выражение. С одной стороны, действительно известная тихая печаль преобладает во всем богослужении. Облачения темные, службы длиннее обычного, более монотонные, почти без движений. Чтение и пение чередуются, но как будто ничего не происходит. Через определенные промежутки времени священник выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву. И после каждого прошения этой молитвы все присутствующие в храме кладут земной поклон. И так в течение долгого времени мы стоим в этом единообразии молитвы, в этой тихой и светлой печали. И прежде чем продолжить дальше великопостное рассуждение, я хочу рассказать всем нам об этой молитве. Молитве, которую предание приписывает одному из великих наставников духовной жизни, святому Ефрему Сирину. Эту молитву можно действительно назвать великопостной молитвой, так как она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Великого Поста. У нас с вами, если мы посещаем богослужение, на слуху текст этой молитвы. А если мы не бываем в храме, послушайте ее. Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, Терпения и любви даруй мне рабу Твоему, Ей, Господи Царю, Даруй ми зреть и моя прегрешение, И не осуждать и брата моего, Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Эта молитва читается дважды в конце каждой Великопостной службы, от понедельника до пятницы. По субботам и воскресеньям она не читается, так как богослужения этих двух дней отличаются от общего Великопостного строя. При первом чтении этой молитвы после каждого прошения кладется земной поклон. Потом двенадцать раз про себя читается молитва «Боже, очисти мя грешного». Читается с поясными поклонами. Затем вновь читается вся молитва, после которой кладется один земной поклон. И естественный вопрос, почему эта короткая и простая молитва занимает такое важное место во всем Великопостном богослужении? «Видимо потому, что в ней перечисляются особым, свойственным только этой молитве образом все отрицательные и положительные элементы покаяния. И определяется список наших индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, прежде всего, освобождение от одного из основных недугов, отравляющих часто всю нашу жизнь и препятствующего нам вступить на путь обращения к Богу. Основной недуг – праздность, лень, нерадение и небрежность. Это та странная лень и пассивность всего нашего существа, что тянут нас всегда вниз, а не поднимают вверх, что постоянно убеждают нас в невозможности, а потому и нежелательности что-либо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в нас цинизм, который на каждый духовный призыв отвечает. Зачем? И благодаря которому в течение всей нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные силы. Иначе говоря, праздность – корень всех грехов, потому что она отравляет духовную энергию у самых ее истоков. Плод праздности – уныние. В этом состоянии человека все учителя духовной жизни видят величайшую опасность для души. Человек во власти уныния лишен возможности видеть что-либо хорошее или положительное. Для него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это воистину дьявольская власть над нами, так как дьявол прежде всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире. Он наполняет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние – это самоубийство души, потому что если человек находится во власти уныния, он совершенно не способен видеть свет и стремиться к нему. У него реально парализована воля. Любоначалие. Любовь к власти. Как ни странно это может показаться, но именно праздность, лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извращают все наши отношения к жизни, опустошают ее и лишают ее всякого смысла. Они заставляют нас искать возмещение в совершенно неправильном отношении к другим людям. Если моя душа не направлена к Богу, не ставит себе целью вечные ценности, она неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной. А это значит, что все другие люди превратятся для нее в существа и станут средствами для удовлетворения желаний такой души и удовольствий. «Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего Господина и Владыку, становлюсь абсолютным центром моего собственного мира и рассматриваю все с точки зрения моих необходимостей, моих желаний и моего суждения». Любоначалие таким образом в корне извращает мое отношение к другим людям, стараясь подчинить их себе. Оно не всегда побуждает нас действительно командовать и влавствовать над другими людьми. Происходит еще более коварное. Оно может выражаться также в равнодушии, презрении, отсутствии интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух праздности и безнадежности в этом случае направлен на других. И духовное самоубийство соединяется здесь с духовным убийством. После всего этого празднословие. «Человек один среди всех созданных Богом тварей получил дар речи». Все святые отцы видят в этом отпечаток образа Божия в человеке. Потому что, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, первый стих, «Сам Бог явлен нам как Слово». Но, будучи высшим даром, он в то же время и наибольшая опасность. Выражая действительно саму сущность человека, его самоисполнение, он именно благодаря именно этому может стать средством падения, самоуничтожения, обмана и греха. И мы знаем из жизни, как Слово спасает и убивает, как Слово вдохновляет и Слово отравляет. Правда выражается Словом, но и дьявольская ложь тоже пользуется Словом. И таким образом, обладая высшей положительной силой, оно поэтому имеет и огромную отрицательную силу. Оно создает положительное и отрицательное. И вот когда Слово отклоняется от своей божественной природы и назначения, оно становится праздным. Оно подкрепляет дух праздности, уныния и любоначалия, и жизнь превращается в сущий ад. Слово становится тогда действительно властью греха. И покаяние таким образом направлено против этих четырех главных проявлений греха. Это препятствие, которое надо удалить, не просто побороть, а удалить из своей жизни. Но только один Бог может помочь нам это сделать. Поэтому первая часть этой великопостной молитвы – крик из глубины человеческой беспомощности. А затем молитва переходит к положительным целям покаяния. Их тоже четыре. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...